В рамках рабочей поездки губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил многопрофильный животноводческий центр в Лавлинском районе. На предприятии разводят высококлассный племенной молодняк крупного рогатого скота. Проект реализован в полном соответствии с нашей программой и нашими планами. Смотрите, за буквально неполные 4 года поголовье крупного рогатого скота здесь выросло в 10 раз. Кроме всего, здесь реализован проект, связанный с непосредственной переработкой, первичной переработкой мяса. Это очень хороший задел. Также мы понимаем, что здесь необходимо будет создавать отдельный центр, такой селекционный центр. Это будет у нас по Гирифордам уже, наверное, третий центр, который будет создан на территории Волгоградской области. И что очень важно, что мы здесь реализуем проект, связанный, это же все в едином проекте, связанное с обеспечением кормовой базы. На ферме разводят коров гирифордской породы. Они легко приспосабливаются к различному климату, а мясо гирифордов считается одним из лучших с точки зрения вкусовых качеств. Там же находятся поля с рожаемыми землями, где выращивают кормовую базу для скота, кукурузу и суданскую траву. В комплекс входит и мясозаготовочный цех, производительность которого будет достигать 450 тонн охлажденного мяса. Проект удалось реализовать в том числе благодаря государственной поддержке. При строительстве данного проекта изначально планировали, что часть затрат, которые мы понесем, будут компенсированы из областного бюджета, за что огромное спасибо администрации и посредством Андрею Ивановичу, потому что именно он задал нам вектор движения в этом направлении. Порядка 30% от затраченных суммы из областного бюджета возместили, компенсировали. Мы сейчас с полной уверенностью можем сказать, что от засеянного зернышка до готового кусочка мяса мы полный цикл выполняем. Отметим только в этом году на развитие сельского хозяйства Волгоградской области выделено 32 миллиарда рублей. Это 238 проектов, которые помогут укрепить агропромышленный комплекс нашей страны. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.